Стажировка мне помогает, вообще приобретает огромный опыт, который мне не дадут ни в университете, даже в той же платформе. Я очень благодарен, спасибо, я надеюсь, что все дальше будет продолжаться, что ваша программа будет работать, она очень меняет жизни. И я уже от вас никуда не выйду. Я бы хотела, наверное, сказать потенциальным работодателям, что не нужно судить по первому впечатлению, то есть, конечно же, люди бывают разные, может быть, не все хорошо выполняют свою работу, может быть, не все ответственны, но нужно пробовать все-таки дать шанс человеку, и вполне возможно, что многие люди вас смогут удивить, даже если сначала кажется, что это не совсем реально. Огромное искреннее спасибо всем супервайзерам, которые у меня были, потому что у меня он был не один. Это был действительно очень интересный, прекрасный опыт, интересный выступение в моей жизни, которую я прошел. Не стесняйтесь себя, не стесняйтесь своей уникальности, мало того, найдите ее, прокачивайте, вкладывайте в себя, и это даст очень большой результат. Иногда мы даже не предполагаем решать на какой-то шаг, к чему он может привести. Молодые целеустремленные люди искренне благодарили своих наставников за предоставленный опыт в рамках программы стажировки ООН в Молдове. Проект был запущен в 2016 году, открыв двери для людей, которые на сегодняшний день подвержены дискриминации в разных сферах. Мы говорим о людях с ограниченными возможностями, о людях, принадлежащих к этнолингвистическим, религиозным меньшинствам, о людях, живущим с ВИЧ-спидом и о других. ООН открыла двери для этих ребят, чтобы они прошли 4-6-месячную стажировку в разных агентствах ООН. Также мы заключили партнерское сотрудничество с различными государственными и частными учреждениями, где также люди с малопредставленных групп могли пройти стажировку. Впоследствии многие из них трудоустроились, некоторые получают качественное образование, кто-то изменил полностью свои взгляды на жизнь и теперь развивается в совершенно другой профессиональной деятельности. В Кишиневе в рамках третьего выпуска программы стажировок ООН в Молдове состоялось торжественное вручение дипломов практикантам с обоих берегов Днестра. У каждого из них была уникальная возможность познакомиться с работой Организации объединенных наций в Молдове для расширения образования и приобретения опыта работы в международной организации. Учитывая, что прошло уже три выпуска, у нас свыше 30 выпускников программы стажировки уже на сегодняшний день, а сегодня были вручены дипломы 11 стажерам. На встрече присутствовали потенциальные работодатели, скажем так, наших стажеров. Это бизнес-сообщество, это представители совершенно разных компаний, абсолютно совершенно разные работодатели, которые, я надеюсь, по сегодняшнему итогу найдут для себя нового работника «Почему нет?». В рамках этой встречи своими впечатлениями делились не только стажеры, но и работодатели, наставники, супервайзеры. К примеру, Алексей рассказал о своей подопечной Габриэле. Я работал и с другими, то есть мне доводилось сталкиваться и с переводами уже таких профессиональных переводчиков, которые уже длительное время работают в этой сфере. И скажу, что качество тех переводов, которые дело Габриэла, они даже лучше были, это качество было лучше, чем только качество тех документов, которые мы получали порой от профессиональных переводчиков в СОТ. Я просто горжусь тем, что мне довелось поработать. Среди присутствующих гостей были и те, кто только хочет поучаствовать в программе стажировок ООН. Одна из них – Диана, которая поделилась своей историей. Окончив магистратуру в 2018 году по специальности переводчик, девушка сотрудничает с разными организациями, работая над переводами удаленно. У Дианы есть цель – стать профессиональным устным переводчиком. Но пока, по определенным обстоятельствам, это только мечта. Чтобы воплотить мою мечту, мне необходимо пройти аккредитацию в Министерстве юстиции. Но, чтобы пройти этот экзамен, нужно иметь двухлетний стаж в этой области, чего у меня, к сожалению, нет. Мне бы очень хотелось принять участие в стажировке ООН. Я хочу стать более уверенной в стажировке, хочу научиться справляться с волнением, хочу приобрести новые знания и познакомиться с новыми интересными людьми. Ведь может, это возможность стать маленьким шагом в осуществлении моей самой большой мечты, о которой я говорила, мечты – переводить устно. У Дианы, как и у других желающих, будет шанс попробовать свои силы. Программа стажировок ООН будет продолжена. Мы намерены продолжать программу стажировок ООН для людей из малопредставленных групп. В конце марта-начале апреля приблизительно будет объявлен следующий конкурс, на следующий набор. И более того, мы уверены и надеемся, что к нам присоединится еще больше партнеров в лице государственных и частных учреждений, которые тоже создадут у себя в организации места для стажировок для людей из малопредставленных групп. Ирина Шлаева, Наталья Лисеева, Олег Слободенюк, ЛикТВ.